Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря блок данных из Англии по рынку труда, в частности в 6.00 по GMT, будем анализировать уровень безработицы, количество первичных заявок, общее изменение показателя занятости и, что, наверное, еще важнее, темпы роста заработных плат, потому что это тот самый показатель, который влияет на потребительскую активность и, как вы прекрасно понимаете, на инфляцию. Нам нужно получить больше свидетельств того, что сохраняются предпосылки для роста инфляционного давления, потому что в таких условиях не останется у британского регулятора выбора, кроме как действовать дальше в плане ужесточения монетарной политики, в том числе и через довольно агрессивный подход путем повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов. Также сегодня в 20.30 нас ждет отчет от Американского института нефти по запасам нефти США. Еще на прошлой неделе мы пришли к выводу, что в предстоящей неделе нас, скорее всего, будет ожидать позитивная статистика по запасам и снижение, потому что администрация Байдена, Белого дома, активно распродает стратегические резервы, свидетельств и подтверждений этому довольно-таки много. И, соответственно, снижение запасов – это традиционный фактор поддержки для котировок нефти. Если мы сейчас посмотрим на бренд, убедимся в том, что текущей восходящей динамике пока что ничего не угрожает, потому что бренд стабилен в плане развития роста 91 доллар за баррель. Судя по всему, это еще точно не предел в рамках этой недели. Я рекомендую смотреть на значение 95 долларов за баррель и потенциально даже выше. Ранее мы разбирали именно, что же стало источником такого интереса к рынку черного золота. Пришли к выводу, что это действия стран ОПЕК по дополнительному сокращению производства нефти. Есть локальные такие форс-мажорные факторы – это штормы, наводнения в Ливии. Уже закрыто несколько крупных портов, через которые осуществлялся экспорт нефти. На этой неделе также будут опубликованы доклады ОПЕК Международного аналитического агентства. И из всего релиза, который будет касаться общей оценки ситуации на мировом рынке нефти, нас больше всего интересует их ожидание по тому, что произойдет со спросом на нефть в этом году. Я много раз уже делал акцент, что насчет предложений у нас куча сейчас, в связи с того, что оно будет снижаться. И в принципе на этом уже можно расти и не искать какие-то дополнительные факторы поддержки. Но если мы поймем, что есть еще предпосылки для значительного увеличения спроса, может быть, будет сделан акцент на Китай. Я в Китай по-прежнему верю. И, кстати, в эту пятницу нас ожидают данные по промышленному производству Китая, которые, скорее всего, не разочаруют. То тогда действительно на стороне покупателей будет еще и фактор более высокого спроса, что в совокупности с снижающимся предложением вернет нас к теме обсуждения дефицита и может стать достаточным основанием для того, чтобы реализовался тот план движения по нефти, который я, собственно, обозначил. Индекс доллара 104.50. Коррекция продолжается второй день подряд. Но при этом хочу признать, что сейчас, скорее всего, это следствие технических факторов, потому что рынок особо ничего не отыгрывает сейчас. Все ждут данные по инфляции. Никто не хочет торопиться принимать какие-то неоправданные решения сейчас, потому что отчет по инфляции имеет, в принципе, альнейшее значение для всего рынка. От этого релиза будут зависеть будущие действия американского регулятора и, в принципе, то, что произойдет с долларом. Нам нужно сейчас сосредоточиться тоже на этих данных. Ранее было много предпосылок предварительных, указывающих на то, что базовая инфляция, скорее всего, может снова либо остаться на прежнем высоком уровне, либо продемонстрировать признаки роста даже символичного, незначительного, на целых 0,1%. Этого будет достаточно, чтобы убедить, точнее, снижение инфляции, чтобы убедить американский регулятор, что тренд на ослабление инфляционного давления сохраняется, и в таких условиях лучше, собственно, ничего не делать, не повышать ставку. Вероятность повышения ставки по данным инструмента FedWatch 2 не меняется. Я сейчас не буду делать на этот акцент. Лучше посмотрим на эту статистику завтра, после того, как выйдут данные по инфляции. Ну, в четверг уже обсудим на брифинге. Еще одна интересная тема, относительно интересная, с учетом того, что новостной фонд по американской экономике особо не менялся в последнее время, тема, связанная с утверждением такого финального характера бюджета США. Это должно произойти до 1 октября, но есть основания полагать, что может что-то пойти не так, законодатели не договорятся, и в этом случае будет приостановлена работа ряда государственных учреждений. По мнению аналитиков Goldman Sachs, каждую неделю такого простой будет стоить экономике на 0,2% экономического роста. До такого сценария, конечно же, дело не дойдет, но будет крайне интересно сейчас понаблюдать за тем, как демократы и республиканцы будут пытаться найти общий язык, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. Но все-таки наш основной прицел – это данные по инфляции. Ждем, собственно, этот отчет, который выйдет завтра. Золото – 1923 доллара за тройскую унцию. Пока что рыночный ассентимент не подает нам качественного сигнала, чтобы можно было бы этот инструмент купить. Но есть и факторы поддержки для рынка драгоценных металлов. Это снижение доходности американских 3G с 10-летней бумаги. Сейчас торгуются по ставке 4,28%. Это ниже, чем было в конце прошлой недели. Доллар в целом остается под давление. Последний отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Может быть, когда есть три из четырех оснований для принятия решения. Этого должно быть достаточно, чтобы сейчас рисковать и открывать длинные позиции. В целом я, наверное, даже поддерживаю тех, кто сейчас рискует и заходит в ланги. Но я буду все-таки ждать более четкого сигнала от рыночного ассентимента. Когда пойму, что толпа снова находится в продажах, то, соответственно, открою длинную позицию. Смотрите за ассентиментом, друзья. Он сейчас меняется очень быстро, поэтому даже между брифингами может быть хороший сигнал, чтобы не упускать возможности и действовать, когда вы увидите, что толпа развернулась. Доллар канадец 1,3580. Наши ожидания снижения в районе отметки 1,35. Пока что на стороне канадского доллара статистика. Помним, пятичный отчет по рынку труда. Рост количества новых рабочих мест плюс 40 тысяч. Прогноз 15 тысяч сильно коррелирует, расходится точнее данные показатели. Важно отметить, что выросли средние заработные платы плюс 5,2% с 5,1. Это, опять же, усиливает наши ожидания относительно того, что будут расти потребительские расходы и инфляция. Поэтому такая статистика может оказать давление на Банк Канады, который после двух месяцев простоя, скажем так, решит все-таки вернуться к траектории повышения процентной ставки. Это пока что теория, но все-таки она имеет право на жизнь. Но главные факторы поддержки – это, конечно же, рынок нефти, который традиционно стимулирует спрос на канадский доллар, потому что нефть – это один из основных экспортных ресурсов Канады. И ждем снижения дальше пары в район отметки 1,35. Фунт против доллара 1,2511. Сегодня, как я уже отметил в начале, из всего многообразия отчетов по рынку труда нас интересует динамика роста заработных вклад. Если увидим прежние почти околорекордные показатели на уровне 8,2% по росту заработных вклад в годовом выражении, то фунт может получить дополнительную поддержку и завершить торговую сессию поближе к уровню 1,26. Доллар иена 146,65. Укрепление иены, которое мы наблюдали с открытия этой недели. Следствие комментариев главы Банка Японии Уэды о том, что к концу этого года на рынке могут сложиться достаточные основания, чтобы японский регулятор отказался от отрицательных процентных ставок. Но похожие заявления были уже без какой-либо конкретики. Я не думаю, что на них сейчас стоит прямо всецело полагаться и настраиваться на то, что Банк Японии действительно начнет ужесточать монетарную политику. Это, в принципе, то, что не нужно торопиться. Об этом говорят и котировки, потому что лоу вчерашнего дня был 145,89, а сейчас пара восстановилась почти уже на фигуру. И цены 146,65. До выхода данных по инфляции что-либо предпринимать по этой валютной паре по-прежнему не рекомендую. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.